А сегодня в моём видосе я спрятал вот эту вот надпись. Тот, кто первый напишет в комментариях точное время появления этой надписи, автоматически оказывается в видосе. Ну что же, погнали! Всем привет, с вами Донни, и сегодня мы играем в GTA 5 Реальная Жизнь. Друзья, помните, последние пару серий мы занимались подготовкой к разборкам с итальянской мафией. Сегодня утром наш друг Диего поехал, скажем так, на разведку, поехал узнать, чем там занимаются итальянцы, и, короче говоря, его там поймали, его поймали, связали, он поехал на нашем гелике, гелик расстреляли просто в хлам. Получилось так, что они его поймали, но телефон у него не забрали, и поэтому Диего успел отправить мне сообщение, что итальянцы поймали его около виноградников. Поэтому сейчас мы, друзья, гоним прямо к нашей мафии, к нашему ранчо. Сейчас я беру Джонни, беру с собой конвой, и мы выезжаем прямо к винограднику, собственно говоря, и будем разбираться с этими итальянцами. Мы уже давно готовились к разборкам с этими итальянцами, и сейчас, друзья, самое подходящее время, чтобы с ними разобраться. Сейчас я жду своего друга Джонни, собираю конвой, и мы выезжаем прямо в сторону виноградников. Отлично, вот и Джонни, наш конвой, уже ждет нас на выезде с ранчо, и мы, друзья, садимся в наш рейндж-ровер, выезжаем прямо на разборку с итальянцами. Так, выезжаем аккуратненько, так вот мы здесь на лево поворачиваем, так вот. Так, ребятки, вот наш конвой, вот два рейндж-ровера, они полностью забиты охранниками, и мы выезжаем прямо в сторону виноградника. Так, педаль в пол, и, друзья, наваливаем. Так, чуваки, давайте по фасту за мной, по фастику они тоже за мной наваливают. Отлично, так, ребятки, все, мы наваливаем. Просто гоним в сторону виноградников, это просто офигеть. Блин, вот я, конечно, собирался разбираться с этими итальянцами, но чтобы вот так вот резко, то есть мы готовились к этим разборкам очень долго, возможно, серии 2-3, и, по идее, в следующей серии мы были бы готовы полностью, то есть разобраться с этими дурацкими итальянцами. Но так получилось, что у нас случился форс-мажор, то есть Диего схватили, поэтому мы бросаем все свои силы именно сейчас, чтобы спасти нашего друга и завалить этих итальянцев. Так, мы наваливаем, так, вот, педаль в пол. Как там наше сопровождение? Они, по идее, уже отстали, да? Давайте их подождем, потому что без них вообще не вариант. Чуваки, ну где вы там, а? Так, один ровер приехал, так, где второй? Второй плетется, ну... Красава, просто, ну... Я уже сменил одного водителя в своем конвое. Кажется, их всех нужно учить водить. А второй плетется за трактором. Ты сейчас серьезно? Охренеть, чуваки, педаль в пол и быстро поехали. Там нашего друга схватили. Отлично, он разбил мой рейндж-ровер. Капец. Ну, да, конечно, чуваки, просто профи. Поворачиваем к виноградникам. Так, вот я их там уже вижу, эти самые виноградники. Сейчас, друзья, мы там всех завалим. Просто без разбору. Потому что, какого черта, чуваки? Вот какого черта? Они сначала нам помешали на бизнесе. Мы им вообще не мешали. Они нам помешали. Теперь они нашего друга схватили. Причем, ну, Диего просто приехал на разведку. То есть, он там никого не стрелял. Ничего такого не было. Он просто приехал на разведку. Они его схватили. И вот, друзья, мы подъехали. Вот мы подъехали. Так, мы пока ждем наш конвой. Нас, по идее, не видно. Они там где-то сзади плетутся опять. Какие же они долгие. Ёлки-палки. Так, я там вижу те самые Мерины. У итальянцев почему-то Мерседесы. Я не знаю почему. Но вот почему-то у них сплошные Мерседесы. Так, где наш конвой? Где наш конвой? Так, они уже, по идее, подъезжают. Да? Да, отлично. Вот приехал первый. Только не в Тарансе в меня. А где второй? И второй. Все, ребятки, поехали. Поехали, поехали. Так, заезжаем. Заезжаем на территорию. Вот тот самый Гелик, ребятки. Вот тот самый Гелик. И они его реально расстреляли просто в хлам. Так, чуваки, просто без разбору стреляем. Просто без разбору. Так. Аккуратно, аккуратно, так. Охренеть, просто сколько их там? Так. Все? Еще есть, еще двое. Еще двое, так. Минус. Еще минус. Сколько их там офигеть просто можно? Так. Минус. Минус. Еще один, да? Еще один минус. Сколько же мы их завалили? Просто очуметь. Я так понимаю, что это и был тот самый предводитель, да? Этих итальянцев. Идем, ищем Диего. Так. Идем, ищем Диего. Джонни, ты где? Джонни за мной. С ним все окей. А вот и Диего, братан. Елки-палки. Я думал, тебя убьют. Офигеть. Пожалуйста, будь осторожнее, чувак. Ну как так-то вообще можно было? Ты поехал даже без охраны. Ладно, с нашим другом Диего все хорошо. И с Джонни тоже все хорошо. А теперь давайте думать, что будем делать с этими итальянцами. Я думаю, что мы заберем все их тачки. Мы заберем все их тачки, потому что им они уже не нужны. Я смотрю, что у них здесь раз, два, три, четыре, пять меринов, ребятки. Пять меринов, шестьдесят третьих. Мы их заберем и потом продадим. Или себе оставим. Посмотрим. Просто офигеть, ребятки. Ну, машина-то, конечно, очень хорошо. Это просто очень хорошо. О-па-па. О-па-па. А это что за аппаратик? Ребятки, это же Феррари. Это же Феррари F12, да, вроде бы? Или как там, Берлинетты? Или как-то так, я не помню, честно говоря. Я думаю, что это, скорее всего, машина главы итальянской мафии. Потому что итальянская машина, итальянская мафия, скорее всего, у него есть ключи. Давайте-ка мы его обыщим и заберем у него ключи от этой машинки. Так, ускоряемся. Так, бежим за ключами. Все, ребятки, отлично, я забрал ключи у этого чувака. Забрал ключи у главы итальянской мафии. И мы, друзья, забираем себе эту Феррари, друзья. Офигеть, так. Ключики мы вставляем, открываем. И, ребятки, мы эту машину открыли. Обалдеть. Так, значит, давайте мы сделаем так. Сейчас мы эту машину забираем себе на ранчо. Остальные пацаны, пускай пока довезут эти меренные к нам на ранчо, пускай пока там их спрячут, скорее всего, как-нибудь так мы сделаем. И самое, друзья, главное то, что мы заберем себе просто пять офигеннейших меринов. Так, ну ладно. Я думаю, что пацаны сейчас с ними разберутся, а мы, друзья, забираем себе Феррари Берлинетту. Так, бежим в эту машинку. Так, открываем ее. Садимся. Так, так, так. Нихрена себе! Вот это салон! Вот это, друзья, салон! Так, выезжаем. Так, 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 разворачиваемся, только не разбить ее. О, нафигеть, какая мощная! Нихрена себе! Воу, 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 тихо, 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 тихо! Феррари, елы-палы, друзья! Вот это, я понимаю, аппарат. Ну-ка, выезжаем. Так, педаль в пол, поехали. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Друзья, вот это, я понимаю, мы удачно сегодня заехали. Офигеть, она боком наваливает! Чуваки, осторожно. Так, ну-ка, ну-ка, покажи мне, что ты умеешь, только мне бы ее сейчас не разбить, потому что я пока на ней еще не умею ездить. Так, нифига себе. Какая-то она сложная по управлению, конечно. Так, 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 осторожно, осторожно. Вот так вот мы вписываемся. Ну-ка. Слушайте, ну, интересно, конечно, сложно ей управлять, но это интересно. Воу-воу! Оу-оу! Нет, 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 плиз! Охренеть! Вы это видели? Я сейчас чуть не свалился же. Обалдеть, было опасно очень. Ну-ка. От первого лица так вообще просто огонь. И что мне теперь с тобой делать? Вот что мне теперь с этой машиной делать? Я просто не знаю, потому что она очень классная. Оставлять себе ее? Ну, у меня опять-таки автопарк будет расширяться, и что делать с этими всеми машинами, я просто не знаю. Но, друзья, она реально классная. Конечно, она не моя, то есть, если оставлять себе, то придется как-то документы менять, что ли, на нее. Потому что, сами понимаете, она не моя, то есть, ну, как бы это логично, потому что мы ее угнали, хотя и у мертвого человека, но все-таки, да. Так, мы угнали ее у итальянца, которого мы только что пришили. Ни хрена себе просто! Просто, ребятки, я даже, ну, я ручник вообще не трогаю, я просто как бы вправо-влево, и она дрифтит. Вот, просто, вау-вау-вау-вау-вау! Стой, 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 стой! Что это было? Что это было? Офигеть! Так, мы выезжаем аккуратно, это просто машина-бестия какая-то. Так, педаль в пол, поехали. Опа-па, осторожно. Друзья, ну, это просто без слов. Машина, конечно, очень классная, но она очень опасная. Вот, я пытаюсь повернуть, ни хрена себе, просто, друзья. Это обалдеть. Сколько же здесь лошадиных сил? У этой машины, скорее всего, просто плохо вес распределен, поэтому ее так сильно носят. Ну, как бы я просто другого оправдания не вижу. Но, друзья, мне это нравится, потому что это не какая-нибудь там скучная машина, которая, там, подчиняется тебе очень легко, да, скажем так. Это машина, которая требует очень сильного внимания к себе. Видите, просто вот я влево-вправо, и ее просто несет боком, друзья. Офигеть, просто. Так, здесь какой-то очень сильный туман пришел. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот о чем я говорю, просто вот буквально влево-вправо и все, и машина уже наваливает боком. Так, ну-ка, 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 вот так вот мы. Охренеть просто, охренеть просто можно. Ого. Ну, мне очень нравится, конечно. Адреналин точно есть. Но управляя этой машиной, я повышаю шанс своей смерти на процентов, а так, 50. Просто, ну, друзья, реально, на каждом повороте нужно либо отпускать газ, либо как-то вот аккуратненько так поворачивать, чтобы не улететь. Я думаю, что сегодня день у нас получился очень даже удачный. Сегодня мы разобрались с итальянцами, спасли нашего друга Диего, забрали пять Меринов. Они пока еще, думаю, что не приехали к нам на ранчо. И, друзья, мы забрали себе Феррари F12 Берлинету. Пока мы паркуем ее как-нибудь вот так вот, пока просто мы ее спрячем, потому что машина эта не наша, номера не наши. То есть, пускай пока стоит здесь, чтобы ее не было видно. И я думаю, что потом мы перебьем ей номера. А что мы будем с ней делать, я уже решу чуть позже. Ну что же, ребятки, я думаю, что на этом мы серию будем заканчивать. Я надеюсь, что она вам понравилась, и вы поставите лайк под этим видосиком. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!